Добрый день дорогие друзья! Новый проект Подворье приветствует вас в прямом эфире на телеканале Якутия 24 и НВК Саха. Хотелось бы напомнить вам о чем этот новый проект. Действительно Подворье это уникальная передача про то как благоустроить свой дом, свои дачные участки. Я призываю сейчас дорогих телезрителей именно по теме садоводства, растениеводства, возможно какого-то декоративно-прикладного искусства. Потому что на следующей неделе я со съемочной группы с понедельника по пятницу буду ездить по именно этой теме. Поэтому если вы желаете принять участие и стать участником Подворье, напишите нам пожалуйста. Вы видите сейчас ватсап номер, либо на инстаграм страницу нашу. Мы обязательно ответим вам, свяжемся. И возможно уже на следующей неделе мы побываем у вас в гостях. Еще раз напоминаю, моя тема это растения, цветочки. Возможно вот такие милые домашние существа. Еще вот здесь у меня есть подружки-уточки. Понятия не имею как с ними общаться, но вот для этого мне нужна будет помощь телезрителей. Обратите внимание, вот они красавицы сегодня со мной рядом. Но я надеюсь совсем скоро благодаря нашим дорогим друзьям-телезрителям мы разберемся как же за ними ухаживать. А самое главное как получить потомство. Ну и возможно потом, я не знаю, оставить их на зимний период. Ну что друзья, самое время передать микрофон моему коллеге Дмитрию Аргунову. Ведь сегодня мы приехали на участок молодой семьи. И Дима расскажет про техническую часть, да, интересную. Итак, Диме слово. Так, я передаю тебе свой телефончик. Прямой эфир уже там запущен. Здравствуйте, дорогие телезрители. На самом деле мы огромной благодарности Николаю Пшеникову, нашему коллеге. Он видеограф, фотограф, видеограф. И еще один наш коллега, бывший наш главный режиссер компании «НДК Саха» Анатолий Кириллин, который чуть ли не с детства специализируется на инженерных коммуникациях. Дело в том, что по первому образованию он индустриально-педагогическое, да. И буквально говоря, в системах отопления, водоснабжения нет человека, который бы съел так много собак. Хотя он не кореец, да. И реально, вот мы Пшеникова получили участок недавно. Давайте, Николай, когда вы получили участок? Участок приобрели, получается, буквально два года назад. Да, даже три года назад. Три года назад. Три года назад, два года как, ну, получается, построились и уже две зимы перезимовали. Две зимы уже перезимовали. Смотрите, какой замечательный дом из материала. Расскажите, Николай. Это у нас брус. Брус, получается, привезенный из Ленска, но он, получается, необычный, он профилированный. Ну, это уже, получается, он, ну, для нас это считается новой технологией, профилированный брус. Ну, красивые-красивые окна, замечательные, я думаю, просторные для молодой семьи дом. И вы зимуете там с настенным котлом, и так? Да, у нас, получается, дома стоит настенный котел фирмы «Бош». Ну, в принципе, хороший, но, конечно, есть свои нюансы. Нюансы какого плана? Нюансы, ну, получается, да, датчики увеличат, но потому что данный котел не предназначен для наших условий. Ну, самое элементарное. Все настенные котлы, на самом деле, рассчитаны буквально для средней полосы, и не зря мы сегодня притащили, потому что, ну, как сказать притащили, позвали, пригласили Анатолия, да, и, ну, я же сельский дед, покажи, пожалуйста, Андрей. Я сельский дед, абсолютно, у меня со всеми по-небратски такие отношения, и Анатолий, еще раз говорю, устоит задача поменять систему отопления мнений. Какой же Аргунов без школьного интереса, да, потому что, еще раз, тот же самый вид на стены котел у меня, который отапливает дом с гаражом площадью 100 квадратов, здесь получил абсолютно иное решение, которое, ну, по рекомендации Анатолина мы будем ставить. Я более чем уверен, кстати, по цифрам, на дом сколько тратится примерно газа, вот за зиму, зимний период, отопительный период? Примерно тысячу купов на один месяц. На один месяц, это 5-6 тысяч, примерно. Это где-то 5,5 тысяч. 5,5 тысяч. По существующим расценкам, наши вчерашние герои угрыз с хатранснефтегаза, кстати, мы по тарификации газа еще обратимся ко многим хозяевам, которых свои нюансы, свои лайфхаки, как снизить потребление газа. Это прежде всего, конечно, утепление, да, дорогие товарищи. И за три года Николай поставить хороший забор, хороший гараж, хороший дом. Мы не будем напрашиваться вовнутрь, потому что все-таки дом это дом, это свято, да. А сегодня наш основной герой – это вот эта вот штука. Анатолий, поближе, пожалуйста. И давай мы перейдем уже с Николаем вместе. Что это за штука и с чем ее едят? Ну вот, я скажу, что с Николаем мы давно знакомы, он еще был совсем молодым парнем, когда мы с отцом его дружим. И вот когда он поставил задачу, да, ко мне обратился, вот у меня будет такой гараж, кстати, гараж тоже, каркас я построил. И когда он обратился, то немножко подумав, как это сделать, да, и Николай изъявил такое вот желание, да, чем проще, тем лучше. И как раз он подпал под мою, да, как бы философию. И как раз мы с ним вот так и решили, что давай выберем такую систему. И, конечно, мы начинали с котла. И вот когда Коля сказал, что есть такой котел, он, кстати, новый, вот на нашем рынке. И вот изучив его, мы решили его поставить. И как бы даже получается у нас такой маленький экспериментик получается. Да. Этот котел, он не энергозависимый, получается он простой, как напольный, да, обычный напольный котел. То есть его свет ушел, он не зависит? Не зависит, ага. Отлично. Так, это большой плюс, и он очень похож на стенным котлом, потому что у него коаксиальная труба, и у большого диаметра он как раз подходит, и он стоит прямо на стене, получается. Притык к стене? Потому что позволяет труба, вот такая коаксиальная. И вот инженеры сделали вот такую трубу, и как показала практика, да, вот этой зимой, очень холодной зимой, да. И мы сошлись во мнении, что это очень такое удачное решение, когда даже дома сейчас вот Николай думает поставить такой котел, потому что на стены он начал глючить уже годы через два. Да, года через два. Ну обычно, по моей практике, это 4-5 лет, обычно начинают там трехходовые краны выходить из строя, автоматику глючить, но когда вот, и все это зависит, где котел стоит. В принципе, по этому, да, по розе ветров. Допустим, у Николая этот бошк тоже простоял бы, да, но так как чуть-чуть он стоит на той стороне, вот, где север, получается у него коаксиальная труба у на стенах маленькая, и вот он начинает забиваться конденсатом, просто тепло не успевает его прогревать, и получается он начинает выключаться, там глючить. И ему приходится забирать воздух изнутри. Из помещения. Из помещения, да. То есть крышка, получается, вы на зиму снимаете, и дубак в котельной, да? Ну, в целом, получается, крышку приоткрывают, ну, как бы в цели безопасности, потому что у него там находится такая термоизоляция все-таки. И, да, он забирает, получается, воздух из помещения, и поэтому, ну, как бы, там очень большое потребление воздуха, и поэтому, как бы, весь теплый воздух, который в котельной вырабатывается, ну, все уходит в трубу. Грубо говоря, в трубу. Ну, на самом деле, смотрите, вот на таком расстоянии, да, и мы смотрим абсолютно продуваемое всеми ветрами, ну, смотрите, открытое пространство уже, да? Да. И здесь не было ни задувания, ничего. Ну, вот этот котел именно установлен, получается, по розе ветров, он направлен, получается, в южную сторону. У нас, в основном, в зимнее время дует северный ветер, и, получается, вот эта зона, она... Не продувается. Да, не продувается, она остается, ну, такой затишкой. Ага. Ага. И поэтому, в принципе, проблем с задуванием у этого котла за всю зиму ни разу не было. Ага. И преимущество вот данного грибка, то, что инженеры разработали его так, то, что он, ну, не должен его задувать. А как с конденсатом? Ну, насколько? На какую он смотрел? Это самое интересное. Да, он стоит пол, получается, на высоте, вот где-то 70 сантиметров от земли, конденсата у него капает, ну, сантиметров на 10. Ну, где-то вот, давай, вот так покажем, вот примерно так. Примерно так. Примерно вот так. Вот так вот он расплывается, по земле уходит? Да, да. Ага, то есть, таких явлений палочек Деда Мороза, как на национальных котлах? Да, таких сосудик и так далее нету. Я зимой приезжал, образование было чуть-чуть вот здесь, да? Ружа. Ружа, да. Вот здесь было, и все. И он спокойно удаляется, и все, он простоял в самую холодную зиму. Ага. Гараж полностью забит, он постоянно в стружке, да, поскольку я работаю с деревом, постоянно в стружке. И, прикиньте, вот я решаюсь на напольный котел с чугунным теплообменником, который по КПД гораздо, гораздо выше, да? Да. Это было бы лучшее решение, типа Бакси Слим, или того же Лемакс Лидер и так далее, с чугунным теплообменником. Это было бы ништяк на самом деле. Но, в моем случае, постоянно забитый стружкой гараж, это не есть хорошо, потому что горелка моментально выйдет из строя. Согласись с Натальей? Да. Ага, и система с коаксиальным дымоходом, то есть это получается дымоход напольного котла. То есть, давай обратимся немножко, сколько стоит примерно хорошая система дымоотвода для напольного котла? Да, ну, это зависит от материалов, да, из которых дымоходы сделаны. Ну, это начинается, самое дешевое, от 15, прямо до 70 тысяч. До 70 тысяч? Да, когда идет. А если еще турбонасадка, если принудительный отвод продукта сгорания, да, это сотню тысяч может выйти, если у вас достаточно мощный котел. Допустим, вот один наш друг, еще один, у которого помещение жилое, 160 квадратов. У тебя, кстати, сколько там? 120, примерно? Нет, 150. 150 квадратов. Ну, у него 160 квадратов и гараж тоже примерно такой площадью. Но у него сопоставимая примерно разница по теплотрассе. Ну, то есть, получается, котел стоит здесь, дом там. И Анатолию этим летом предстоит достаточно много работы для того, чтобы переоборудовать систему отопления, которая, а, имеется у меня, и, б, которая, ну, допустим, у наших друзей. Да и постоянных заказов. Кстати, рекомендую обращать Анатолию Кирилловичу. Один из лучших специалистов в области системы отопления и инженерной коммуникации. И философия, мы назвали тебя общественником, потому что мы с давних пор пытаемся продвинуть одну очень простую истину. Вот, Анатолий, на той практике, когда случается обычная неисправность с настенным котлом? Обычно в новогоднюю ночь, как говорится. Это в лучшем случае. Да, потому что, ну, никто не отменял этот, да, закон-то подлости, потому что котлы, по моей практике, отказывают, когда нет хозяина дома. Это во-первых. Или когда бабушка или дедушка, или когда дети остаются. Вот этот котел может в любой момент отказать. Ночью, допустим, когда в 4 утра, когда самый, да, человек спит, утром просыпается, уже в холоде. Вот, поэтому я сразу скажу, что я не против настенных котлов. У них КПД больше. Да, КПД больше. Они при условиях, хороших условиях, работают очень хорошо. Ни в коем случае я не говорю, что это очень плохие котлы. Нет, они очень хорошие. Но тут надо вот хозяевам выбирать, если у них остаются дома родители пожилые, или женщина, да, с ребенком постоянно находится одна, или вообще женщина, да, одинокая, или, ну, какие-то такие вот, или человек все время на выезде, на разъездах. То тут стоит подумать, потому что такие котлы обычно через 3-4 года начинают уже. Это уже не секрет. Все говорят, те, кто даже обслуживает. И потом, я всегда говорю, если у нас в Якутске, да, есть сервис, могут быстро приехать, это все сделать, да, и, кстати, это не дешево, то в районах, да, мы по всей республике мониторим, в районах, когда сейчас уже везде газ проводят, деревня, такие котлы могут составить, конечно, очень такую проблему. Поэтому я всегда вот говорю, надо тут выбирать то, что проще и доступнее, это всегда надежнее, и поэтому тут надо выбирать. Я вот всегда говорю, когда вот дом красивый, каменный, прямо как в Европе, да, тогда можно технически изгаляться, да, какие-то дорогие системы ставить, если у вас финансы позволяют. Но если в деревне такой, ну, не брусовый, а, допустим, простой дом деревенский, допустим, изба, то, я думаю, не стоит там ставить суперсовременные системы. Но вот к тому я иду, чтобы люди поняли, с чем они могут столкнуться. Дорогие друзья, поверьте мне, в ходе реализации проекта, который назывался Дон Сумов, в котором Анатолий тоже принимал активное участие, но там было максимально продвинутые инженерные решения. Вплоть до того, что отопление ребята провели, рассчитывали ребята из Донфосса, Масовские очень крутые ребята на самом деле, они работали на максимальной КПД. Поэтому они сказали, ну, вот отопление у тебя должно быть 20 трубы. И все, которые обслуживают котлы, которые обслуживают систему отопления, они приходят, и у них волосу сдают дыба. 20 труба. Достаточно большое плечо, да? Это московские ребята. Это московские ребята, да, считают. Но еще раз говорю, они добились максимального КПД. Справедливости ради потребления вот на моем объекте, ну, полторы-две тысячи максимума, да? Это на 100 квадратов отапливаемые, полторы-две тысячи. Это нормальный показатель, да? Нормальный. Нормальный показатель. И еще раз, удобство управления, допустим, выставляешь режим «хозяин не дома», система поддерживает температуру, там, порядка 15-16 градусов, а перед приездом, допустим, ты можешь поднять температуру в помещении до приемлемых 25-26 градусов, приезжаешь в теплый дом, это ни с чем тоже не с вами. Но еще раз говорю, жизнь такая разная. Бываешь в командировках, бывают пожилые люди дома, и когда выскакивает код ошибки, там, Е, допустим, 125, пойди им разберись, да, что это такое Е-25. Они интернета не знают толком. Поэтому давайте мы зайдем вовнутрь, зайдем вовнутрь и посмотрим всю эту систему. Дарья, которая ведет наш второй прямой эфир тоже. Вот мы смотрим гараж. Гараж замечательный, 100 квадратов. 98 квадратов. 98 квадратов. 98 квадратов гараж, Террия-Мастерская. Николай, как рачительный хозяин, поставил каркасное сооружение. Сэндвич-панели 10-й толщины, да? 10-й толщины. Полистирольный базарик? Это полистирольный. Полистирольный. И, смотрите, принудительная вентиляция, для того, чтобы продукты выхлопные даже, газы. Да, выхлопные газы и так далее. И, я так понимаю, вы здесь работаете с пластиком. Да. Изготавливаете вот такие вот, смотрите, все абсолютно люди творческие, они в какой-то мере ремесленники. То есть видеограф занимается пластиковыми емкостями и так далее. Такая нативная реклама. Ничего, наши режиссеры простят. Смотрите, какой замечательный, аккуратный верстак. Это гордость, наверное, любого хозяина, в котором все имеет свое место. И вот, собственно, стоит... Николай, давайте подойдем и Анатолий тоже. Вот, собственно, стоит котел. Он сейчас не включен, да? Он сейчас не включен. А, давай, давай откроем внутренности и посмотрим, из чего он состоит. Друзья, это... Вот так. Ничего больше. Так, Анатолий, это вот блок управления мощностью, да? Да, автоматика. Да, автоматика, да. Ага, это система рукозащиты, которая перекрывает газ, если получается, ну... Да, беребой. Друг беребой и так далее. Ага. Вот сама камера сгорания. Да. Вот так понимаю, да? Это тридурительная горелка. Тридурительная горелка. Камера сгорания там, и там все находится теплообмен. Да, да, да. И все. И все. Там больше ничего нет. Больше ничего нет. Нет ни трехходового клапана, нет ни насоса, нет ни вентилятора, нет ни расширительного бачка. Вот это вот и все. Понимаете? И стоит это вот, вот это вот богатство стоит, я скажу, рыночные цены, это на 16 киловатт стоит порядка 30 тысяч вместе вот с этой системой, думаю, удалить. Так, где-то 26-20 тысяч. Чтобы я так жил. Чтобы я так жил. Я хотел попросить никого, давай попробуем разжечь и как вот эта система себя работает. А потом Анатолий еще даст комментарий по... По вот этой вот включается газ, выставляется режим запуска. Это вот работает пизоэлемент. Сейчас надо чуть-чуть прогонять газ, наверное. Да. И там вот в окошечке видно, пламя появляется или нет. Окошечко вот внизу. Внизу если спуститься, там прозрачное окошечко. Видишь? Сейчас это золото будет, потому что в летнем режиме сейчас... А нет, пускай, пускай. Давайте систему как бы... Ну, если он запустится, то это уже на всю зиму. На всю зиму. Вот там низко подбегает. Да, вот там низко подбегает. Вот так. Да, сейчас гола будет идти как-то. Ну ладно, давай оставим вот это дело. Ну, в принципе, процесс запуска был понятен. Давай перекроем доступ к газу. Давление какое держится? Вот так вот это... Это не давление, это температура. Это температура. Это выставляется температура. Это выставляется температура. Этим блоком выставляется... Вот этим блоком выставляется температура. Получается, ну вот нынче была такая... Суровая. Да, очень суровая зима. Очень даже за последний год самое холодное считать. И всю зиму стоял этот котел, получается, только на половине мощности. Тут градация... Тут градация идет от 1 до 8. От 1 до 7. И он стоял где-то вот на 3,5-4. Всю зиму. И в гараже поддерживалась температура, ну, примерно 20-25 градусов. 20-25 градусов. Учитывая, что это всего 10 сантиметров... Да, это 10 сантиметров получается полистирола, сэндвич-панель. Ага. И получается вот утепленная шведская плита внизу без каких-либо там дополнительных утеплений. То есть 10 сантиметров полистирола, сэндвич-панель, сэндвич-панель, сэндвич-панель. Да, полистирол, бетон и сташка. Ребята, ну, для тех, которые собираются ставить гараж, я думаю, что можете обратиться к нам. Мы можем свести с Анатолием еще раз просчитать все ваши параметры, да? Теперь слово Анатолию. Покажи систему отопления, который... Почему такие мощные трубы и так далее? А, кстати, нюанс один, да? Вот система подпиточный насос. Николай, это подпиточный насос, да? Да, это подпиточный насос. И, Андрей, можно залезть камерой вот сюда и увидеть там вот эти пятна плесени, да? Пятна плесени, ага. Знаете, почему они образовались? Потому что подпитка за зиму. Да, подпитка, получается, за зиму ни разу не включалась, потому что моя благодарность Анатолию. Он собрал систему, ну, с такой надежностью, то, что за зиму мне не пришлось ни разу не включать подпитку. Потому что всю зиму давление стояло на одном уровне, оно не скакало, оно не падало. Даже когда уходил свет, или когда очень долгое время открываются ворота, когда очень много холодного воздуха заходит, у него давление не менялось ни разу за зиму. Так, нужна ли здесь система? Ну, давай, Анатолий, нам остается пять минут в комментарии, да? Ага. Ну, это одна из таких, из простых, удачных, да, конструкций, которые мы провели. Потому что здесь, когда естественная циркуляция, это дает большой плюс, когда уходит электроэнергия. А он может вообще стоять без электричества. Получается так. Это достигается тем, что трубы находятся вот наверху. Физический закон гонит тёплый теплоноситель наверх, снизу поступает холодный. И вот, конечно, вот самое сложное рассчитывать вот диаметр труб, да? Здесь мы исходили из того, что вот как нам из завода-изготовителя здесь 50-й выход, так и мы сделали из 50-й трубы основной этот ход аорта, да, как бы называется. А потом идёт там, из таких вот труб мы сделали, типа, распределителя, как гребёнки ещё называют, да? И здесь, так как у нас два крыла, то получается, таких больших конструкций нету. Оно вот идёт слева направо, а вот наверху у нас вот моё ноу-хау. Это из обрезков труб делаю вот такую трубу, где собирается воздух, если он появится вдруг. Потому что обычно ставят автоспускники, да, но они иногда не срабатывают. Вот так же покрываются плесенью, а потом начинают не пропускать. И воздух собирается там. И расширитель вот рассчитан на 18, да, у нас стоял? Да, 18. Почему он так стоит, вот мы его болтаем, вот, его надо очень хорошо настроить под это давление. Потому что делают большие ошибки, когда ставят его с завода прямо, да, и ничего не делают. А вот здесь есть травливатель воздуха, и здесь вот насос, как на автомобильной камере, да, шине, колёсах. И здесь можно стравить воздух или закачать воздух. И этим самым мы добиваемся настройки того, что здесь одна треть должна быть воды. А так как всякими датчиками иногда мы не пользуемся, то нам проще снять вот эту емкость и просто его болтать вот так. Ты как почувствовал, что он потяжелел, ее ставишь, и все. Вот, и посмотрите, батареи у нас без всяких там ничего, просто запорная арматура стоит. И вот она распределяется через 25-ю трубу, она уходит. Так, и вот здесь завязаны вот 4 батареи, так, а на этом крыле даже 5, да, здесь 4, получается 9. И, конечно, мы поставили насос для того, чтобы это все-таки гараж, он закрывается, открываются ворота, и бывает много холодного воздуха, поэтому, чтобы выровнять, здесь также ставится насос. Этот насос, ну, волнопроходной, ну, когда отключается энергия, он не особо препятствует. Спокойно пропускает теплоноситель. Мы раньше делали, как бы, обход, да, в байпас, но сейчас такой необходимости нет, потому что электроэнергия уходит, ну, максимум на 5-6 часов, да. Вот, поэтому все-таки пришли к такому мнению. И вот то, что мы собрали, вот, у нас это вот группа защиты котла, если вдруг повышение давления, то он сбрасывает так же сюда воздух. В год один раз можно открыть этот кран чуть-чуть, если воздух есть, он прогонит лишнюю жидкость опять же сюда, никто ничего не марается, все спокойно, все это делается. И вот, ну, Николай, скажи, да, вот, сколько потреблений в самое холодное время? Ну, буквально одну секунду, сколько? По деньгам, по рублямам. По деньгам уходит, ну, где-то около 4,5-5 тысяч. 4,5-5 тысяч на этот гараж. Друзья мои, наш эфирчик, ну, продолжится еще в Инстаграме, да, а телевизионный, основной эфир, к сожалению, прорывается, поскольку у нас время вышло, мы за столь увлекательной беседой, комментариями Анатолия пропустили все, вот этот вот момент. Я огромное спасибо, Николай, за то, что прокомментировали, я для себя решение принял Анатолий, и еще раз говорю, ну, достаточно компактный, достаточно, кстати, он может работать как конвектор, там конвекционная решетка тоже есть, да, для своего дома с гаражом на 100 квадратов это самое логичное решение. Я очень хочу надеяться, что у меня не будет никаких больше проблем ни с автоматикой, ни с чем. Так что увидимся завтра, ну, а в очередном выпуске программы «Подворье» мы с вами прощаемся. И еще раз говорю, огромное спасибо хозяевам и Анатолию. Пока!